Начну с давней истории, происшедшей со мной в аэропорту Цюрика. Было это лет 15 назад. Мой сын, опытный путешественник, заставлял меня аккуратно складывать карман чеки от каждой покупки. На мое чертыхание, а зачем нужна вся эта макулатура, лишь изумленно поглядывал на отца. Отправляемся домой. Приехали в аэропорт. Сын потащил меня к стойке, где уже стояла очередь. Подошел наш черед. Сын выложил чеки, а чиновник, внимательно разглядев их, спросил, вам в какой валюте выдавать? Во франках, долларах, евро. Так мне и отроку вернули налог на добавленную стоимость, который был включен в цену купленного нами товара. НДС, налог на добавленную стоимость, непрямой налог, применяемый в Украине с 1992 года. Здесь важно акцентировать внимание на законодательно установленном отличии между активным и пассивными плательщиками НДС. Активными плательщиками НДС являются предприниматели, зарегистрированные как плательщики НДС в органах государственной фискальной службы Украины. Пассивными же плательщиками являются все остальные. Теперь раскрою суть НДС на простом примере. Вы покупаете в магазине колбасу. Налог на добавленную стоимость товара, а магазин обязан выплатить сумму полученного НДС в бюджет. Главный вопрос в нашей ситуации, кто платит НДС? Магазин или покупатель? Вопрос в определенной мере философский. Ведь в общем случае продавец предъявляет НДС своему покупателю и покупатель, оплачивая покупку, перечисляет продавцу стоимость товара в работу, услуг, включающую в себя налог. После чего продавец перечисляет сумму НДС в бюджет. То есть бремя самого НДС фактически лежит на плечах покупателя. В то время как непосредственно в бюджет этот налог уплачивает продавец. А если отойти от философских рассуждений, то уплата НДС это в первую очередь обязанность плательщиков НДС. К ним относятся организации, индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения и реализующие товары, работы, услуги на территорию Украины. Процитирую точку зрения главы Ассоциации налогоплательщиков Украины Глигала Катамадзе, опубликованную на общенациональном сайте Минфин. По его мнению, украинцы подвергаются двойному налогообложению. Один раз с них удерживают налоги, когда им начисляют и выплачивают заработную плату. Второй, когда они покупают товары, платят тарифы за коммунальные и другие услуги. Скрытым налогом в данном случае выступает налог на добавленную стоимость, который заложен в составе цены. А это не так уж и мало, 20% от себестоимости товара. Чем больше раздувают затраты тарифные компании, тем больше растут тарифы. И за все это платит рядовой Украине. Словом, нам до европейцев в лице швейцарцев еще очень далеко. Ибо этот самый НДС с трудом государство возвращает бизнес-структуру. А до обывателя руки точно не доходят.